Варфрейм! Если у вас нет двух высших образований, то в этой игре вам делать нечего. Частую игроков не выдерживают и уходят в игры попроще. Да, ребята, и как вы поняли, собственно, по названию ролика, что я это в видео выложил, разрабатывается мобильный варфрейм. На своей конференции Teno Life, буквально на днях, разрабы представили новое дополнение к варфрейму, ну а самое главное, кроссплей и кроссейв между всеми платформами. Именно ПК, PlayStation, Xbox, Switch. И неожиданно там был мужик, который играл вместе с ними на телефоне. Я даже сначала подумал, что это какой-то стриминговый сервис, но нет, разрабы утверждают, что вместе с кроссейвом должны будут выпустить еще и мобильную версию. И мы уже на своей мобилке сможем гонять кооперативно с пацанами на ПК и на Плейстейшене. Или взять и играть в свой, допустим, ПК-шный аккаунт на своей мобилке. Ну и так как разрабы мобильной версии рассказали просто письку информации, а мне в видосе балаболить-то о чем-то надо, поэтому давайте разберемся, что это за Warframe. Потому что до сегодняшнего дня мне эта игруха была вообще неинтересна. В основном потому, что мы там играем за каких-то некрасивых пацанов. Если в двух словах, то это что-то типа Космо Клон Дестине, только бесплатный. Кооперативный лутер-шутер, где мы с другими пацанами в команде из четырех человек зачищаем локации, выполняем миссии, попутно фармим, прокачиваемся и потихоньку выходим на более тяжелые и мощные миссии. То есть в основном в игре именно ПВЕ контент, поэтому не так страшно, если с вами в команде будут какие-то пацаны, играющие на мобилках. Но по-любому в игре можно будет либо включить, либо отключить кроссплей и искать компаньонов именно со своей платформы. Помимо этого в игре есть сюжетная составляющая, да и другие режимы наподобие ПВП. Интересно, как он будет работать в кроссплее, например, с теми же мобилками. По логике, наверное, так же, как в Фортнайте. Мобилки с мобилками, ну если вы в команде с ПК-пацаном, на своем телефоне будете сражаться с ПК-шниками. Сама Warframe вышла аж в 2013 году. Игра уж довольно старая, поэтому неудивительно, что ее все-таки смогли портировать на мобилке. На момент релиза Warframe встретили очень холодно. Как критики, так и игроки, но за все свои годы. После кучи обнов, улучшений графики, ну и благодаря тому, что игра все-таки бесплатная, игре удалось завоять большую популярность и любовь комьюнити, в которой за все свое время зарегистрировалось больше 40 миллионов игроков. Ну, сама игра хоть и бесплатная, естественно, там есть внутриигровая валюта и донатная валюта. Почти все вы можете получить не донатя, а фарме. Может, кроме каких-то предметов интерьера и косметики. А также вы еще убьете кучу времени на крафт и фарм. В игре куча различных тонкостей, в общем, которых надо разобраться мне. И вот, кстати, в 2018 году Warframe портировали на Switch. Они портанули абсолютно такую же ПК-шную игру, только с низким разрешением и 30 FPS. И мне кажется, наверное, примерно такая же графика будет и на мобилках. Хотя, если на мобилках все-таки будут какие-то настройки графики, надеюсь, на фагментских смартфонах можно будет выставить графику получше. Хочется просто мобильную версию сравнить со Switch'овской. На презентации нам показали буквально там минуту геймплея. Выглядела игрушка, конечно, очень хорошо. Ну и даже сравнивая с другими мобильными играми, в том числе шутерами, просто божественно. Но пацан вообще ничего не делал. То есть он просто походил немножко туда-сюда и пару раз выстрелил. В целом стандартный интерфейс. Слева стик ходьбы, справа кнопка выстрела. Вокруг этой кнопки какие-то очень мелкие значки. Наверное, кнопки, заменяющие пробел, shift, counter, удар. Внизу пара кнопок настройка звука и чат. Слева вверху карта и также кнопка, видимо, вызова настроя. Еще там мужик вызвал колесо эмоций и начал типа медитировать. И все, все, что показали в мобильной версии. Дальше мужик на телефоне втихаря вырубился и подключился на Xbox. Что, скорее всего, намекает на то, что мобильная версия еще далека до завершения. Видимо, вот такой забег с такими скачками и взлетами выполнить еще не могла. Больше какой-либо подробной информации о мобильной версии не было. Думаю, все-таки мобилку стоит ждать не раньше 22-го года. Это очень странно, что они вот так вот скромненько презентовали мобильную версию вот такой игры. Потому что новость просто бомба. Я безумно жду, чтобы поиграть в такой шутер на тачскрине на своей мобилке. Нечто похожее из таких прям мощных кроссплатформ. Есть только, наверное, какой-нибудь Fortnite. Всех удивившая Genshin Impact. Большую часть хайпа получившую как раз благодаря именно своему кроссплею с телефонами. Вот Tower of Fantasy. Ну, он тестится, но он уже полностью, в принципе, готовый. Там сейчас все не хуже Genshin, а то и лучше. Альбион, получившая дикий онлайн от релиза на мобилке. DBD, Brawlhalla. Ну, Апексу уже сказали, что он нифига не кроссплатформенный будет. Еще, кстати, анонсировали Valorant. Еще мобильный Battlefield, мобильный Divinity, новую Call of Duty. Ну, там не факт, что они кроссплатформенные будут. Ну, и очевидно, что после релиза бесплатный Warframe на мобилке, онлайн в игре поднимется в разы. И, возможно, может, будет даже такой хайп, как с Genshin. Потому что, опять же, мобилки есть просто у каждого. Ну, правда, скорее всего, эта игра на слабых устройствах вообще не потянет. Ну, а после успеха Warframe, бог его знает, что еще портирует. Ладно, меня уже, короче, занесло. Просто, наконец-то, будет еще один аргумент против чуваков, не замечающих ничего в мобильном гейминге, кроме игр 3 в ряд. Я же реально сейчас сам установлю игру в Steam, чтобы, во-первых, узнать получше эту игру. И прокачать и подготовить своего персонажа уже к мобильной версии. Сама новость меня действительно воодушевила. Пишите, что вы думаете. Ну, а с вами, собственно, был, как обычно, Фомикс. На этом все. Оставайтесь на канале, если хотите узнать новости о самых новых мобильных играх. С вами был, как обычно, Фомикс. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok